Не горячо было в той машине, ахахаха, норм медведь. Хэй-хэй, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хэлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня судорожно продолжаем распределять людей то туда, то сюда в игре под названием Пиздесс. Но перед тем, как продолжить, конечно же, врачай за ваше здоровье. Не хворайте. Ну и поехали. У нас с вами 37-й день, меня бесят огромные сейфы и вообще всё становится очень трудно. Так, то, что предлагает нам война, мы с вами прочитали в конце предыдущей серии, поэтому перечитывать смысла нет. И поехали дальше. Молчание, отключить телефон, если ты приб... Так, ну и великое прощение. Ммм, я думаю, что... Друзья, я думаю, что... А вы знаете, куплю великое прощение. А вот для разнообразия. Сейчас так сложно всё становится. Пусть ошибку мне простят. Поехали. Так, а почему 30-й? Во, всё в порядке. Хуе, испугался. Крушитель судеб. Наша с вами должность. Сегодня мы столкнулись с доселе невиданной проблемой, с которой сталкивались ранее. Не сталкивались ранее, видимо, да? Доселе невиданной. Ну, короче, неважно. Да, такой бывает временный парадокс, знаешь ли. Некоторые люди, обладающие ловкостью выше положенного для людей максимума, ставят нам ультиматумы и бегут прямиком в рай. И отправлять этих скороходов без разбора мы не можем. Поэтому твоё время ограничено. Вот так дела. Не оплошай, я в тебя, в тебя только начал верить. Приступай. Так, и только я говорил о супергероях буквально в предыдущей серии, по-моему. И смотрите, пожалуйста, что-то вот подобное на супергерои, да? Такой аналог флэша. И теперь придётся ещё и разбираться за определённое количество времени. И вы знаете, это ставит под сомнение возможность читать фразы. Потому что, ну, я думаю, не нужно объяснять, да? Ну, давайте попробуем сейчас, как обычно будем. Если с этим будут проблемы, то тогда придётся чем-то пожертвовать. Поехали. Я устал от постоянных упоминаний. Так, погодите, а кто нам? Так, ну, это явно не ты. Так, ты туда лево давай. Может, зря мы это затеяли? Наверное. Так, а, с чемоданом. Ищем, ребята, с чемоданом, мужик. Я решился глаза, когда рыбу меч и ел. Я и есть твой демон, конечно. Я сделала много дерьма, каюсь. Ну, если каешься, тогда в чистилище. Вжёг, и я в раю. Тихо, в чистилище. Вот, вот, блин, люди очень тупые. Так, давай. Ой, в смысле? А, это он и был, да. Теперь надо кого-то с алкашнёй. Снял корону, попросил стакан воды. Обувь в кровавых пятнах. Думаю, его вода. Да, обувь в кровавых пятнах, конечно. Я брился ногтями и порезался. Чего я брился ногтями и порезался? Ты так глупо умер, бро. Одна нога тут, а другая там, зато с курочкой, пришёл навести шуму в рай. Опа, он, окей. Я честен, я честен. А, это, по-моему, ты был в рай, в рай тебя. Так, теперь опять мужик с чемоданом, но и двигала музыка. А может, немного пошалим? Не хочется, честно говоря. Диско, танцуй, пинг-понг, играй. Диско, танцуй, пинг-понг, играй, понятно. Очередная сексистская шутка. Один выстрел, одна порушенная жизнь. Обжухай я в раю, так нет. Никакого рая, бро. Нет времени объяснять. А, это был тоже плохой парень. Па-па-па-па-па-пауэр. Давай налево. Блин, верните меня обратно. Главное, теперь аж не будет не допускать. Какая тут шикарная музыка. Что есть, то есть. В рай, пожалуйста. Нет! Нет! Так, погодите, Сергею что-то повезло, походу. Так, эээ... Стоп, нет. Так. 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 Вот так вот, да. Так. Сергей не тупой! Сергей, сделайся! Так, налево. Ветер обдувает мой зад. Хорошо, в рай. Я работаю с пяти лет. Хорошо, что у вас высокие потолки. Катастрофа! И ты... Брут! Так, погодите. Это сюда. Давайте-ка выполним. У нас тут новые... Сами видите кто? Я бы хотел получить новых ребят, поэтому пока мы ничего не читаем, мы просто с вами аккуратно стараемся пройти. Я надеюсь, нам это удастся. Так, у него было оружие, да? Право. Право. Лево. Все, прошли. Я рву сердца на части. С питомцами можно, конечно. Странное местечко для нычки, да? Жадность, грех. Согласен. Я вроде как демон перекрестка. Бойся моей божественной силы. Обжора. Не оборачивайся. Ладненько. Не буду. Хочу в Норвегию. В Норвегию? Это вниз. В Норвегии внизу. Мне движет любовь к космосу. Любовь и космос. Все равно зарплата маленькая. Да, маленькая. Ты видел свои бабки, а? Бегемоты не умеют читать. Что за... Что за, блин? Итак, друзья. У нас новые... Новые ребята. Прикольные и колоритные. И мы едем дальше. Война опять нам предлагает всякую ерунду. Мы не хотим. Малое прощение. Если ты ошибешься во время катастрофы, ошибка будет... Катастрофы? Нет, не надо. Утопия без катастрофы. Или... Смотрите. Мы можем за 15 купить отсутствие ошибки во время катастрофы. Либо просто убрать катастрофы. И тоже за 15. Вот это вот предложение. Вот для тупых. Проверка. Проверка на тупого. Вот. Но я бы купил так-то, конечно, утопию. Но мы не будем этого делать. Правильно? 38-й день. Поехали. Поздравляю, Жнец. Сегодня впервые. За все эти дни ты прикоснешься к истории. Ангелы. Бог собирает ангелов у себя в раю. Видимо, что-то назревает. Что? Нет, купидоны не были ангелами. Они стреляют из луков. Сердечками на концах стрел. Какие, блядь, из них воины рая? Не отвлекай меня, Жнец. А слушай правила. На сегодня все ангелы попадают в рай. Начинай. Ангелы... Ангелы как наркоманы выглядят. Если это... Что? Он... А... Я не понимаю, что произошло. Видимо... О, господи. Так, понятненько. Короче, друзья, нет времени, как говорится, читать. Мы к этому и пришли с вами. Увы, не удается, не удается. Видите, сколько разом чуваков побежало не в те места. Я, правда, ошибся. Ошибся на одном. Но остальные просто резко газанули. Так, это он, по-моему, в чистилище. Так, теперь женщина с короной, насколько я могу понимать. Надо, главное, не пропустить женщину с короной. Так, давай сюда налево, бро. Вот, женщина с короной, это в чистилище. Итак, ох, это плохой пяточек. Это пяточек, который опасный, друзья. Мы его никуда не пустим, кроме как... Кроме как в ад. Кроме как в ад. Так, без оружия, всё нормально. Ну, не отмываешься ты. Сходи в кимчистку. Не-не-не, не трётся что-то, не трётся. На, вниз. Ах, это злой парень, мы его не пропустим. Купидончик, направо обосранные латы и крестовые походы. О, господи, обосранные латы, это чудовищно. Блин, а прикиньте, реально обосранные латы. Вот вы идёте весь такой крутой, в доспехах, там, рубить неверных, да, и обосрались в латы. Это же и говно, вот оно там, ммм, вы только подумайте, какой дискомфорт. Я думаю, вы сможете оценить. И нет, я не к тому, что вы какали в трусы все. Я к тому, что, ну, не важно. Так, направо. Ох, этот парень, этот парень кровь отлично выполнил. Так, это, какая обжора, а вроде бы стройненькая, да? Как это? А, ну да, надо было в ад. А, он не хочет в рай. Это налево. Так, опять обжора, да, давай налево, на этот раз я не ошибусь. В рай, бро, в рай. Все попадают в рай у нас сегодня. Скидки, всем в рай. Хочет чашку кофе, рассказал анекдот. Обмочил штаны, отправит его в числе. Чашку кофе, а не... Нет, почему? Зачем? У никакого честилища. Ах ты, приспешник сатаны налево. Тоже налево. Так, потерял интерес, хочет обниматься, поздороваться. Сильно взволнован, думаю, его в рай. Да, конечно. Почему бы и нет, если он взволнован, надо его успокоить. Богатые всякие мужики к нам сюда приходят. И все, друзья, замечательно. Прошли без проблем уже на А, потому что не читали. Друзья, ну приходится не читать. Видите, что происходит? Четыре секунды иногда с первого раза не удается прочитать и так далее. То есть все это очень мельтешить начинаешь из-за этого всего. Поэтому, конечно же, придется не читать, увы. Но вот так игра. Игра нас поимела, можно сказать. Но я думаю, вы не расстроены. Давайте дальше. Время минус 60. Ну, в принципе, нет. Давайте. Мы все погибнем. Катастрофа на следующем уровне. Со второй недели, кроме тематического. Так, нет, давайте дальше. 39 день. Что нам принесет он? А, ну, я знал. Я знал, что мы сможем убирать вот эти вот вещи с головы. Ох, мы, кажется, недавно допустили. А плошность оказывается. Опасный предмет в голове не всегда является грехом и самоубийством. Вот тогда. Ножнец-то и не виноваты. Перекинь всю ответственность на своего начальника. А это я. А с меня никто не спросит. Дадим же нашим клиентам шанс исправиться, если опасный предмет с легкостью, как перо из чернильницы, выходит из головы прибывшего существа. Не засчитывай этот признак. Ага, хорошо, типа не... А, именно, не засчитывай, видите? Не то, чтобы в чистилище, а игнорируй его. То есть, ориентируйся на другие. Да-да, именно так. Смотри на остальные признаки и принимай свое решение, исходя из них. Не самый простой денек, правда? Ну да, приступай. Денек чудовищный. Так, мужик с автоматом нам нужен. Главное не... А, ну, не игнорил. Все, я научился. Мужик с автоматом, ребят, ищем. Мужика с автоматом. Опасного такого и крутого налево. Налево, конечно. Конец, блин, закуда тебя? Куда тебя? В рай давай. Что тут, а? Мужик с автоматом найден в чистилище. Так, просто... Просто кто? Что, кровь у него вроде бы под ногами, да? Будем искать чувака с кровью под ногами. Вот, вроде, похож. Похож, как думаете? Похож. Он. Так, теперь нужен свиток. Ищем мужика или женщину со свитком. Ага, вот он. Вот оно. Это рай. Это по-любому рай. Все, ребята, я все выполнил. Замечательно. У-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что? Давай налево. Вот это круто. Бросил пончик, обмочил штаны, отказывается от рая. Бросил пончик, намочился, отказывается в чистилище. Да? Ха-ха-ха. Вот это... Это-то очень порадовало. Вот это я понимаю. Это я понимаю, друзья. Смертушка. Вот это круто. Катастрофа. Вечеринка пиццы у мафии. Так, давайте проходим. мыленько его. Главное, не допустить... Ай! Не допустить ошибок, главное, да, Сергей? И ошибка была сразу допущена, практически. Машет рукой, играет в покемон Го, божественный свет, глаз, отправить его в ад. Конечно, нет. Что за... Почему у меня такие тупые стажёры, друзья? Вот скажите, кто-нибудь... У кого-нибудь есть стажёры из вас? Может быть, меня смотрят какие-нибудь начальники? Или, ну, вы поняли. Вот скажите, они все такие тупые? Что это? Что это такое? Почему? Почему они такие тупые? Так, тебе в рай всё равно идти. Налево... Ох, это плохой парень, тоже налево. Так, у тебя оружие, бро, я тебя не могу пропустить. Ох, злой мальчик, на Фредди Крюгера похож. В молодости. Машет рукой, глаза сияют, чешет затылок, отправить его в ад. Нет, конечно. Глаза же сияют. Направо, так, от жрачки отказался, кровь смылась, красавчики, вооружённая пальца налево, дьявол вообще жопа полная, направо купидончика толстого, богатого проигрока, видимо, в чистилище, пусть отмывает грехи за то, что слил мир. Я так зол! Давай сюда. Всё, мы выполнили. Ну, молодцы, молодцы. Просто работаем отменно. Приятный сюрприз для крылатой братвы. А, мы правильно его отправили? Мы его отправили в рай, и ему надо было в рай. Это забавно. Ловец лжецов. Ух, какое прямо у нас с вами имечко-то крутое. Ну, не имечко, должность. Так, давайте смерть. Женец, пособник войны, пособники войны разослали главам государств конверты с новейшим изобретением, чумы, порошковым вирусом, который при вдыхании превращает жертву в котёнка. Ты представляешь, к чему приведёт неконтролируемое нажатие котят-президентов на красной кнопке? К мировой войне, множеству жертв и к огромному количеству работы для нас с тобой. Нельзя этого допустить, жнец, поэтому предлагаю тебе принять участие в покупке пропитанных кошачьей мятой, шерстяных клубочков для отвлечения котят Фидекс уже согласилась их отправить. Согласен, что это гениально? Согласен, спору нет. Я в теме. Всё очень здорово складывается. И не говори, время 30, молча не отключить телефон. Да, не я. Сороковой день, поехали. Помнишь же, неделю назад мы познакомились с силой совести, которую могут проявлять обычные люди. Сегодня интереснее. Те, кто должен вести этих людей, священники и епископы, не всегда заслуживают этого и поддаются искушениям. Запомни, если ты служишь Богу, ведёшь других на этом пути, дорога тебе только в рай. Если же нарушаешь заветы, которые сам же и проповедуешь, только в ад. Никакого чистилища ж нет. Не отправляй священников в чистилище. Надеюсь, тебе не надо повторять три раза. О, господи, поехали. Да это ж кто там? Мужик в кипарике. Мужик в кипарике. Так, по-моему, я туда не пойду, на чистилище. Боже мой, боже мой, друзья. Это я, я, я запутался. Так, мужик в кипарике. Главное, не пропустите мужика в кипарике. Направо. Ага, попёха. Но попёха это хорошее. Этот попёх... Вот, мужик в кипарике. Вот. Так, мужик в плащуге. Мужик в плащуге похож. В рай. Так, мужик с топорюгой. Мужик с топорюгой и бухлом. Хорошо. Мужик с топорюгой и бухлом. Будем искать мужика с топорюгой и бухлом. Главное, его не пропустить. А, ну ты вроде бы нормальный. Проходи. Так, Лукашенко бухой. И почему-то непонятно. Ага, вот. В рай. В рай. Всё, друзья, выполнили. Красавчики. Можно теперь работать несколько быстрее. Катастрофа. Вот. На этот раз мы её не завалим, я уверен. Давайте сосредоточимся с вами. Так. Ага. Плохой парень. Так, тоже плохой. Так, давай направо, как сгибиционист, черепашка-ниндзя. Так, сюда. Ага. Там хавка была в чистилище. Ага. Ват. Что? Окей. Я случайно нажал ещё раз в чистилище второй, и он засчитал эту как ошибку. Но это очень странновато на самом деле. Ну ладно. Окей. Окей. Так, налево с деньгами. Налево с этой штукой. Ага, рыба. Только ват. Никакого чистилища, как говорится. А у тебя можно. У тебя можно и в чистилище. Блин, я бы с такой красоткой побыл там. Кровь под ногами смылась. Разбил бутылку спирта. Кровь на теле исчезла. Нет, конечно, его в чистилище, он... Ох, так... А, ошибка! Он злом был плохой! Я понял. Он был плохой. Чёрт, подели. Не надо пропускать пацанов с пальцем, которые вверх держат. Кровь на теле исчезла. Кровь под ногами смылась. Бросил оружие и грустит. Нет, нет, он же полностью сознался, друг говоря, о своих грехах. Крепко держит священную книгу руки. Ну всё, это сразу рай. Так, рай тоже, конечно... Так, это налево злой. Не надо угрожать мне. Не надо мне угрожать. И всё, и цыган тоже попал в рай. Видите, друзья, коней он воровал, а в рай попал. Ах, поехали дальше. Что от войны надо? Обожаю воевать. Эти трое очень далеки. То же самое. Ах, да что ж как-то надоел. Война, отстань, отстань своими дурацкими предложениями. Великое прощение. Да, я буду покупать теперь это. На один признак меньше. Не, это нормально, это мы и без этого справимся. 41 день. На маскарадах, жнец и театральных выступлениях часто используются маски, чтобы выражать нужные эмоции и скрывать настоящие. Ещё маски скрывают уродства. Например, у чумы. Ха-ха-ха. Но не о том я. Маска признак лжи. А ложь это грех. А грех бесплатный билет в ад. Это сегодняшнее правило. Приступать. Так. Мужики, анонимусы попадают в ад. Понятно. Анонимусы попадают в ад. Так, нужно ещё мужика в шляпе. Нет, Серёга не хочет умнеть. Серёга хочет деградировать. Так, нужно четвёрочку ещё загнать. Так. Так, стоп. Так, потом пятёрочка. Так, если сюда двоечку сейчас занесу. Ну-ка, дай попробуем. О-хо-хо, Сергей, слушайте, умнеет на глазах просто. Так, хорошо, давай направо. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, сейчас будем работать. Как там? Да. Так, хорошо. Хорошо, я понял. Грешников жрём. Блин, ну это вообще сложное дерьмо. Нормально, нормально. Не, плохой. 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 Плохая, плохой. Плохой, плохой. Цыгаль норм. Нифигасик. Эй, я жирный, куда? Места в раю, блядь, не хватит на тебя. Фу-ху. Я выполнил. Мы рады видеть такой результат. Блин, интересно, а что мне перепадёт за это, ребят? Так, мужика в шляпе всё ещё ищем. Блин, прикольно, я это выполнил. Офигеть. Так, король это налега. Где же мужик? Мужик в шляпе найден. Это рай. Так, да, мужик с чемоданом. Сильно потеет, кровь на теле исчезла, чьи ест, ест курочку. Нет, с курочкой в тестилище нельзя. Ох, чёртовы мыши. Крысы с мышцами. Так, анонимусы попадают в ад. Анонимусов мы не пропускаем, нет. Давайте-ка, как говорится, будем честны. Будем честны и не будем скрывать свои... А, вот, 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 лысый, да, в рай ему, в рай. Так, а это, по-моему, с пистолетом или что-то такое. Будем искать вооружённого. Лискну, это он. Фух, не с пистолетом он был, окей. Он был... Так, ну это ад сразу, чё это тут? Это сразу ад. Это сразу ты загремишь у меня в ад. А, не хочет, понятно. Да, давай. Ага, ага, плохой. А, точно, они не попадают. Они не попадают в чистилище. Только ад. Точно, 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 Сергей. И вот, видите, на это и был расчёт у разработчика. На это и был расчёт. Он так специально, чтобы мы с вами запутались. Но мы с вами это больше, я уверен, не повторим эту ошибку. По крайней мере, на это искренне, надеюсь, честно. Так, ага. Отказалась от бога, да, в чистилище. Да что ж вы... Нифига себе прямо все, смотрите, как готовы раскаяться. Практически все. Направо, налево. Давай сюда. Давай сюда. Ой, это я уже понакатанный, как говорится. А это оружие? Как думаете? Вот это вот оружие или нет? А, а... Чистилище? Ну, только в ад. Да, фух, это было правильно. Это было, друзья, правильно. Так, главное не просрать. Главное не просрать, так сказать, на финишной прямой. Так, и... Фух, 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 если бы я еще читал, если бы я еще читал сейчас все эти надписи, я бы, мягко говоря, охренел. Обожаю воевать, да знаем мы. Так, по мгновению голода люди открыли первые в мире предприятия быстрого питания. В перспективе без должной привычки и знаний тысячи людей умрут от голода из-за долгого стояния в очередях, и еще больше людей от переедания вкусной, но нездоровой пищи. Не в наших силах остановить прогресс и естественный отбор, но мы можем на твои собственные средства запустить цикл передач. Нет, пирожок не нужен, который немного уменьшит потери в стане человечества. Как ты смотришь на такое, без сомнений, уникальное предложение? Черт, ты в последнее время с меня много денег дерешь, все очень здорово складывается. Но не для меня, я работаю бесплатно. Заточение клиента в хрупкие клетки. Уберем это. Если ты ошибешься, первый раз, да, купим. Поехали. 42-й день, друзья. А, точно! О-хо-хо-хо! Тематический день матушки России! Хоп-хэй, ла-ла-лей, жнец! Сегодня твой предпоследний выходной, и я хочу подарить тебе настоящее мужицкое окружение. Балалайки, водка, шапки-ушанки, матушка-россия, жнец! На здоровье! Блин, они такие нарядные, что... Хрен поймешь, давайте почитаем их. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Их базы принадлежат нам! Без понятия... Без понятых оформляйте! Ха-ха-ха! Я не такой злой, как говорят! Пора прорываться наверх! Ой, нет! А? Чуть не лоханит, не ожидал просто! вкусненько ну молодец я рад что понравилось я заседал среди огонь и по готовности бросил пончик красные глаза ждет закат отправить его вода присоединяй присоединяй и властвуй я не такой злой как все говорят жизнь очень тяжелая штука какая-то кокаином кокаином а это арнольд шварстеггер отсюда роли я не могу так проиграть жизнь очень тяжелая штука и не говори бро форма за 1 и горячо было в той машине. Ха-ха-ха. Нормит ведь. Рай не хочет. Ну как хочет. Иду в Тобельштейн. Как холодно. Так. Отказался от гордыни. Не хочет чистилища. Выбросил своё золото. Отправить его? Нет. Ну если в ад есть не хочет чистилища. Я не могу так проиграть. Ну у тебя цветочки милый такой. Сани снегом замело. Дед Мороз. Я не смогла остановить кручение. Давай. В смысле? Машенька. меня довела. Ха-ха-ха. Я не смогла остановить кручение. Так. Почему мне тогда, когда я отправил её в рай? А. Окей. Видимо я что-то не заметил. Плачет. Крепко держит священную книгу. Попросил стакан. Нет. Ну это в рай. Это в рай. Лжедмитрий. Это. 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 Ах. Блин. Ну вы видели, да? Как холодно. Так. Сюда. Опять ошибка. Да господи. Я хулиган. Я не успеваю читать. Я судорожно кокаину. Какие ваши доказательства? Ах. Блин. У него же было точно. Придворный маг. Какая чушь. Ээээ. Сдавайся на вашу... На нашу волю. Горячо было в той машине. И не говори, дьявольский медведь. Придворный маг. Какая чушь. Боже. Как-как тяжело. Горячо было в той машине. Да. Не спорю. Ох. Атака. СССР покорит весь мир. Да что ты знаешь о холоде? Иду в Тобельштейн. Сдавайтесь на нашу волю. Так. Налево. Да что ты знаешь о холоде? Направо. С Новым Годом. А. Пора прорваться наверх. Так нам чё-нибудь новенький фраз завезут-то? Внучка мою не видел? Не, не видел, бро. Документация. Документики. Ха-ха. Преступники не скроются. Машенька меня довела. Да. Он наконец-то её убил. Господи. Все давно это знали. Я не могу так проиграть. О, господи. Так. Стоп. Четыре, два. Так. Два есть. Так. Давайте доставим четвёрку сюда. Так. Не-не-не. Что я сделал? Дурак. Тупой. Вот. Нет. В смысле... Всё же было. Что такое? Нет. Стоп. Так. Два, четыре. Надо их поменять местами просто. Всё. Пять. Три осталось. Да? Так. Э-э-э. Так. Э-э-э. Ты шо? Так, стоп. Э-э-э. Э-э-э. Как я? Э-э-э. 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 Ладно. В жопу. Ну что? А, окей. Я почти поймал того... Офигеть. Мы его должны были ещё направить. Хочу морковку побольше. Ну и хорошо, что я носочки прихватил. А, ты плохой парень. Э-э-э. Плохи дела? Э-э-э. Беги. Так, направо. Какие ваши доказательства? Фух. Много ошибок я допустил, но... Читать надписи, следить... Ладно, ладно. Мы прошли. Всё замечательно. Прошли на Б, кстати говоря. Поэтому всё в норме. Всё в норме. Не завалили мы уровень. Обожаю воевать эти трое. Мы знаем, что они далеки. Нет, в жопу идти, как говорится. А, вклад 5. Получите. Да. Время плюс 30. Это не нужно нам. Друзья, последняя неделя. 43-й... Э-э... 43-й день. Поехали. Всё-таки проектировщики лифтов у нас молодцы. Учли дополнительные нагрузки. Не уверена, правда, что от большого ума, а скорее для подстраховки. Но сегодня этот запас тебе очень понадобится. Тема дня. Похоть. Некоторые существа попадают к нам в окружении прекрасных девиц. И нам придётся прекратить их безудержные веселья. Отправив их всех в ад на бал к Люциферу. Вот так всё просто, мой дорогой жнец. Начинай. О-о-о, но я бы не хотел отправлять их в ад. Ах да, мы обнаружили странную активность, которая проявляется во вмешательствах извне. Это что такое? Существа, именуемые похитителями, крадут клиентов прямо из-под носа жнецов. Принимай свои решения до того, как это случится. Вы... вы смеётесь? Так, мне нужно куда-то чувака с кактусом на голове... Эм... Отправить в ад. Главное его не пропустить. Это же просто ужас. Да сколько можно-то? Сколько... Сколько этих... Нет, сколько этих трудностей дебильных. Так, всё вкусное, по-моему, получилось, да? Вкусненько, ну конечно. Так, петушиный гребень, короче говоря, надо найти у кого-то. Так, направо. Направо. Направо, конечно. Придётся вообще работать ещё быстрее. А если бы мы читали сейчас, вообще забудь, как говорится. Туда... Вот, вот, петушиный гребень. Ну это был не петушиный, но вы поняли. Так, мужик с балалайкой. Мужик с балалайкой, друзья. Вот, мужик с балалайком. Это ад. Так, петуч. Петуча теперь ищем. Ищем, друзья. Ищем петуча. Так, это ад сразу. Это ад, похотливый раб. Пытался поспать, напевает калинку. Вынул лом из головы. Думаю, его в чистилище. Нет, это рай, на самом деле. Так, ага. Так, ищем, ищем петуча. Дай сюда так. Ох, бизнесмен. Вот петуч, петуч в ад. Так, теперь ищем мужика или девку в скафандре. Налево. Ага, похоже. Ну да, там ещё вот видно маска. Отлично. Ну мы нахуй детей, правильно. Так, ты попадаешь в ад у нас. Ты у нас в рай. Так, ты у нас в ад. Кстати говоря, мы теперь 50 должны. 50 найти, то есть пропустить через себя клиентов. Уже 50. Просто с ума сойти, попёха. Живот-то какой наел, а? Снеговики. Только в рай. Вы же растаете в аду. Нельзя, нельзя вас, друзья. Это налево. Нельзя вас в ад. Давай дальше пошли. Браво. Так, злой парень его налево. Ха-ха-ха. Бомж анонимус. Это вообще комбо-бомбо. Ой, нет, это чистилище было. И это я случайно. Это случайно. Знаете, по накатанной просто нажал. Ну ничего страшного. Охо, лесбиянки. Норм. Ха-ха-ха. Норм. Итак, на А мы с вами выполнили этот день. Что? То же самое? Да что ж такое, блин. Война. Ну давай уже будь пооригинальнее. Что такое? Мы с вами на этом завершим сегодняшнее прохождение. Ребята, следующая серия будет финальная. Я надеюсь, вы меня поймёте правильно. Из-за того, что я перестал читать надписи. Ну, люди, которые адекватные, они поймут, что это вообще трындец. Это иначе мы бы сейчас уровень за уровнем переигрывали с вами. Потому что, ну, просто трындец. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Есть много чего интересного по ссылке в описании под видео. Там и группа ВКонтакте. И так вот. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok